Девушки отдыхают Девушки отдыхают Тайский бокс – тяжелый путь к успеху Народ Южноазиатского королевства Таиланд с уважением относится к своим традициям В каждом вздохе слышится молитва И каждый боец подчиняется древнему ритму В муай-тай, также известном как тайский бокс, жестокость сочетается с буддистскими ритуалами И строгим кодексом чести Гонг Прай, Сэм Шеридан и Бун Терм могут показаться похожими на западных боксеров-профессионалов Но в их распоряжении гораздо более грозное оружие Выставьте бойца муай-тай против обычного боксера И боксер отправится в больницу, это однозначно Муай-тай часто путают с боксом и кикбоксингом Но это совсем другой вид спорта Международные правила бокса концентрируются на ударах кулаками В кикбоксинге боксеру разрешено также наносить удары ногами Но муай-тай позволяет бойцу использовать весь свой арсенал Включая колени и локти Удары которыми запрещены на боксерских рингах всего мира До того, как начнется сезон дождей, этим трём босоногим боксерам Наконец-то представится шанс проявить себя в этом древнем виде спорта Каждый из них рассчитывает на победу Но чтобы дойти до конца, им придется отдать все, что у них есть Каждый год одаренные молодые ребята покидают поля и фабрики Лучшие из них за одну ночь могут заработать больше, чем их родители за год Для детей вроде Гонга, Прайса, Жетаны Бокс может оказаться единственным способом вырваться из бедности Каждый день перед школой он тренируется на заднем дворе, готовясь к следующему бою Когда я был маленьким, родители были очень бедны Поэтому я начал боксировать Последние 10 лет мать Гонга привечает соседских ребят Растит их, как собственных детей, и отдает их в бокс С 4-х летнего возраста Гонг, Прай наблюдал и ждал своего шанса, чтобы выйти на ринг ради семьи Год назад он начал профессиональную карьеру и уже отправил в нокаут семерых противников В его активе только местные бои, но сейчас ему представляется шанс подняться на новый уровень Доказать всем, что он достойный соперник Всего в нескольких часах езды от самодельного ринга Гонга Прая Находится одна из лучших боксерских школ Таиланда Фэртекс Фэртекс привлекает чемпионов со всей страны Но среди них есть один необычный боец Американцу Сэму Шеридону 25 лет Он выпускник Гарварда и боксер-любитель В последние 5 месяцев он тренируется в Фэртекс с одной единственной целью Провести первый бой по Муай-Тай Я просто не могу дождаться Я очень волнуюсь Я тренируюсь здесь уже 5 месяцев и мне ужасно хочется проверить себя Тренирует Сэм легендарный мастер Эпидей Сид Харун Он уже давно не выходит на ринг, но его зубодробительные удары все еще считаются лучшими в истории этого спорта Несмотря на то, что Сэм и Эпидей говорят на разных языках Предстоящий бой Сэма накрепко связал их между собой У нас доверительное отношение Я его ученик, больше всего я хочу преподнести ему победу Представители Запада не единственные новички в мире Муай-Тай В последние годы наметилась новая тенденция Женщинам-боксерам вроде Бун Терм Кит Мути Есть что доказать тем, кто считает Муай-Тай исключительно мужским видом спорта Бун Терм – 29-летняя мать двоих детей из Пекчонга, деревни, что находится к северу от Бангкока С самого детства она мечтала о том, чтобы стать боксером В молодости мой отец был боксером, и он любил смотреть по телевизору Баи Когда я была моложе, а он был еще жив, мы смотрели их вместе Но традиция запрещала Бун даже прикасаться к рингу Когда я была моложе, я пыталась поговорить с некоторыми боксерами Но они не разрешали мне прикасаться к рингу или к своей экипировке, потому что я была девочкой Это было запрещено Я всегда удивлялась, почему это табу, почему мне нельзя подниматься на ринг Мужчины и женщины разные, говорили они В то время я была уверена, что я никогда не стану боксером Несколько лет назад на окраине Бангкока Федерация Муай-Тай построила ринг только для женщин И произвела революцию в этом спорте Теперь у Бун Терм появился шанс воплотить мечту, которую она не похоронила Каждый день Гонг Прай и его товарищ по тренировкам пробегают мимо видавших вида развалин Айютаи Средневековой столицы Сиама Сиамские солдаты столетиями совершенствовались в искусстве рукопашного боя здесь, в родном городе Гонга Прая Со временем эта боевая техника переросла в народный вид спорта В то время бойцы вместо перчаток обматывали кулаки веревками Иногда их даже обваливали в битом стекле, чтобы причинить больший ущерб Шли годы, и в Муай-Тай добавлялись элементы западного бокса, такие как перчатки и ринг Пока он не превратился в спорт, известный нам сегодня Подобно бойцам прошлого, Гонг Прай подчиняется строгому режиму тренировок Каждый день он поднимает зубами 15-килограммовые гири Спарингует на ринге и более 600 раз бьет по мешку И все это перед занятиями в школе Если бы не постоянные тренировки, возможно, Гонг Прай не учился бы в школе Деньги, которые он зарабатывает на ринге, уходят на его обучение И его цель – заработать на учебу в колледже Но от его боев зависит не только его образование Деньги, которые он зарабатывает, помогают детям, которых берет на воспитание его мать Когда я вижу, что ребенок не ходит в школу, я спрашиваю его «Почему ты не ходишь в школу?» И слышу в ответ «Моя мама зарабатывает слишком мало, чтобы послать меня в школу» Я помогаю таким детям деньгами, которые Гонг получает за победы И детей, которым нужна помощь, хватает всегда Как и во многих других городах мира, наркотики разрушают эту тихую общину Наркотики отобрали у Гонга Прай одного из его лучших друзей Это был мальчик, который вырос в доме его матери Но пристрастившись к героину, сбежал Он был хорошим бойцом Он был мне как старший брат Наркодилеры продают наркотики многим ребятам из нашего района Я не знаю, зачем они это делают Думаю, чтобы побольше заработать И многие из них сами сидят на наркотиках Муай Тай уберегает детей от наркотиков Потому что они должны заниматься, должны тренироваться И они зарабатывают деньги для своих матерей, братьев, сестер и бабушек То, что в свои 13 лет Гонг Прай бьется на ринге Может показаться шокирующим Но в Таиланде даже 6-летние дети дерутся за деньги Свой первый бой я провел в 6 лет Я весил около 20 килограммов и заработал 2 доллара Бокс Это просто хороший способ заработать деньги И для многих семей, как и для семьи Гонга Прай Речь идет не о купании в роскоши, а о выживании Если я заработаю много денег, моя семья не будет голодать И есть немало историй, способных вдохновить Гонга Прай Восходящая суперзвезда Кяо помог своим родным вырваться из нищеты Но видится он с ними очень редко Половину своих денег он отдает тренировочному лагерю А остальные отсылает родителям Которые организовали швейную мастерскую в собственной квартире Боксерский лагерь заменяет ему семью Но его все равно нельзя назвать домом Подобно многим боксерам, Кяо живет вдалеке от семьи, ради которой дерется От лагеря до моего дома около 100 километров Я очень хочу поехать домой, я скучаю по дому Для семьи Кяо тоже непросто жить вдали от него Но его родители и трое сестер нуждаются в деньгах, которые он зарабатывает Иногда я переживаю из-за того, что не могу обеспечить своих детей Из-за того, что я отдал своего сына на бокс, чтобы он смог обеспечивать себя сам Бокс оказался таким благом для этой семьи, что даже младшая сестра Кяо готовится к будущим боям Он платит и за ее обучение Но судя по ее впечатляющим любительским выступлениям, она скорее станет боксером, как ее старший брат Чтобы стать чемпионом, как Кяо, возможно, Гонгу Праю придется уехать из дома в тренировочный лагерь получше И если он весь свой день будет посвящать боксу, ему придется пожертвовать образованием Многим спортсменам приходится идти на компромисс Это расплата за круглосуточные тренировки Владелец боксерского лагеря Филипп Вонг знает, что большинство боксеров выбирают такую карьеру не для развлечения Родители большинства этих ребят настолько бедны, что не могут платить за образование Поэтому они надеются только на то, что станут хорошими боксерами, смогут заработать денег, смогут обеспечить свою семью Это единственный выход Я думаю, то, что муай-тай в Таиланде считается спортом бедняков, роднит его с американским боксом Ребята, которые выходят здесь на ринг, дерутся ради своих семей Для них это шанс чего-то добиться в этой жизни Выпускник Гарварда Сэм Шеридан занимается муай-тай не ради денег Он успел поработать первым помощником, каменщиком и вышибалой А сбережение решил потратить на тренировки Цайцы, с которыми я общаюсь за пределами лагеря, не верят, что я занимаюсь муай-тай Зачем ты это с собой делаешь? Зачем тебе получать по голове и изматывать себя, говорят они Знаете, дело тут не только в знании, но и в опыте Как сказал Мохаммед Не рассказывайте мне, что человек знает Расскажите, где он побывал А еще Сэм приехал в Таиланд, потому что это единственное место на земле, где можно тренироваться у такого мастера, как Апидей Сид Харун После того, как Апидей выиграл 7 чемпионских титулов и провел более 300 боев, король Таиланда провозгласил его живой легендой Я думаю, что он настоящий гений от спорта и просто хороший человек Один из лучших, кого я знаю Он может научить кого угодно, даже иностранца вроде меня, который толком ничего не умеет То есть, когда я сюда пришел, я вообще ничего не умел Я даже ходил с трудом И потихоньку, потихоньку он делает из меня бойца У него начинает получаться Если он продолжит тренировки, он станет хорошим бойцом Сэм полон решимости, и если он потренируется еще 2-3 месяца, его ждет прогресс Сэм готовится к бою Но у него есть редкая проблема для боксера муай-тай Он не может найти противника в своей весовой категории Сэм весит 85 килограммов, а большинство тайских бойцов не более 60 Промоутеру Сэма, Энтони Лину, пришлось постараться На то, чтобы организовать бой, у нас ушло почти 5 месяцев Тайцы считают крупных бойцов медленными и недостаточно умными Энтони пришлось привезти бойца из Японии Они никогда его раньше не видели и почти ничего про него не знали Я знаю только, что буду драться с японцем Предположительно, это его первый бой по муай-тай Он занимался другими контактными единоборствами Может быть, каратэ Это все, что я знаю Посмотрим, может быть, это у него и не первый бой Если это его 20-й бой, я быстро это пойму В Фэртекс есть и другие представители Запада Но не все из них приехали, чтобы драться Сосед Сэма по комнате, Блу, приехал из Швеции в надежде сбросить вес Благодаря тренировкам он потерял более 30 килограммов Сейчас я намного счастливее, чем 3 года назад, когда я был очень толстым Я чувствовал себя беспомощным Я стал более дисциплинированным Может быть, более жестким Так же, как Сэм Шеридан Бунтерм не знает, чего ей ожидать от первого боя Но, проведя в ожидании всю жизнь, она готова выйти на ринг Я знаю, что я этого хочу И думаю, что я справлюсь Я буду стараться изо всех сил В прежние времена женщины не боксировали Поэтому я окончила школу Помогала моей матери вести бизнес Вышла замуж и родила детей Бокс для меня был закрыт Прошло более 10 лет, прежде чем она включила телевизор И увидела кое-что, что изменило ее жизнь В штаб-квартире Федерации Муай-Тай В Ранг-Сити построили ринг для женщин Так как многие тайцы считают, что, прикасаясь к рингу, женщина его оскверняет Председатель совета Ам Ноэ Кес Бумрунг построил новый ринг только для женщин Форма нашего зала позволила нам построить два ринга Один для мужчин и один для женщин Это единственное место в Таиланде, где женщины могут боксировать Вопреки запретам, женщины со всего мира потянулись в этот спорт И Бун Терм решилась на необычный шаг В погоне за Муай-Тай она покинула свой дом За 3-9 земель от ее деревни в Бангкоке находится улица Као-Сан Ее дешевые отели и бары привлекают туристов со всего мира Но вдалеке от толпы, в одном из узких переулков, находится один из самых необычных лагерей Муай-Тай в Таиланде Джити Джим, ставший вторым домом для Бун Терм Этот зал, основанный бывшим боксером Джити Дем Ринаном, стал раем для тайских женщин-боксеров За свое стремление тренировать женщин, Джити считается первопроходцем в этом виде спорта Первые чемпионы по Муай-Тай среди женщин начинали свой путь здесь Сегодня Джити делает ставку на Бун Терм Она крутая девчонка Она станет лучшим бойцом Ниам Гриффин, одна из чемпионок Джити Ирландка, приехавшая в Таиланд, чтобы преподавать английский, занялась этим спортом в качестве хобби И стала чемпионом среди женщин в полулегком весе Сначала я даже не поняла, что женщин здесь зачастую не принимают Мне посчастливилось оказаться в клубе у Джити Ему не важно, кого тренировать Будь ты мужчиной, женщиной, белым, черным, тайцем, кем угодно Он будет тобой заниматься Но в женском Муай-Тай пришлось произвести кое-какие изменения Включая дополнительные элементы экипировки Чтобы уменьшить риск травм Меня совершенно не устраивает то, что нас обязывают надевать мягкую защиту груди В которой я становлюсь похожа на Доли Партон В них мы все как будто устраиваем дефиле по рингу И в отличие от мужчин, женщинам запрещено использовать локти Никто не хочет видеть по телевизору окровавленных женщин Когда такое происходит с молодыми парнями, это одно Но смотреть на женщину Возможно, если бы не жестокая репутация Муай-Тай Женщины бы уже давно пришли в этот спорт Меня спрашивают, не волнует ли меня то, что я причиняю боль другому человеку А я отвечаю, что мы обе профессионалы Она выходит на ринг для того, чтобы меня нокаутировать И нанести мне ущерб точно так же, как и я Я не задираю случайных людей на улицах Это все равно, что спрашивать трекбиста Ты не испытываешь вины за то, что ты снес того парня? Конечно, нет, потому что это часть спорта Разбитые губы и сломанные ребра Это удел любого бойца, будь он мужчиной или женщиной Но этот спорт может стоить и жизни В некоторых странах даже запретили его характерные удары локтями и коленями Признав их опасными по своей сути Муай-Тай опасный спорт, но, возможно, на следующей Олимпиаде Его включат в показательные выступления Конечно, он опасный, но не более чем с лалом Там люди калечатся гораздо чаще Несмотря на растущую популярность Муай-Тай по всему миру Все еще находится немало критиков Сравнивающих его с петушиными боями Это негативное влияние Голливуда Фильмов вроде «Кравового спорта», где один парень избивает другого Кровь во все стороны и все такое Но суть Муай-Тай не в том, чтобы избить другого человека или убить его Его суть в том, чтобы использовать свое умение для победы над соперником И это другая сторона этого спорта Кодекс чести Когда ты приезжаешь в традиционный лагерь, регистрируешься там, ты приносишь клятву Основной ее принцип в том, что ты будешь уважать других и не используешь то, чему научился, во вред другому человеку И дело тут не только в спортивной порядочности 95% тайцев исповедуют буддизм И им пронизаны все аспекты тайского общества, включая Муай-Тай Я буддист Я верю в добродетель и в Будду И в почитание родителей, учителя и Будды Если мы будем уважительны и благодарны, нас ждет успех Ритуал начинается в задней комнате, в которой на бицепс боксера наматывается повязка Часто монахи благословляют эти амулеты, которые, как говорят, защищают бойца от увечий Самое важное происходит в конце Корона Монкон скручивается из свитков с молитвами и благословляется монахами Она передается от боксера к боксеру и напоминает им, что они дерутся не только за себя, но и за свои семьи, своих тренеров и свои лагеря Каждая схватка начинается с ритуала под названием Вайкру Боксеры воздают должное своим родителям и тренерам Вайкру плавно переходит в Рамуай, или боевой танец Этот сложный танец посвящается духу ринга, который защищает бойцов и наблюдает за ними В разных лагерях Вайкру исполняют по-разному А некоторые бойцы даже импровизируют Есть игроки в тотализатор, которые утверждают, что определить победителя можно по тому, кто исполнит лучший танец Сэм не буддист, но он хочет исполнить Вайкру в знак уважения Апидею и его семье Перед своим боем Сэм исполнит тот же самый Вайкру, который в молодости исполнял Апидей Видите, когда он поворачивается, он делает так Это угол противника, он даже не смотрит на него, он его игнорирует За пределами Таиланда бойцы зачастую опускают эти ритуалы Многих зарубежных бойцов даже освистывали за то, что они исполняли Вайкру Зрителям это не понравилось, потому что они посчитали это забавой для девчонок Почему этот крутой парень танцует? Я думаю о своих родителях Я думаю об Апидее Когда заканчивается танец, начинается бой И боксеры пускают в ход восемь орудий муай-тай Два кулака, два локтя, два колена и две ноги Восемь орудий, которые вместе представляют собой грозный арсенал Раньше можно было наносить удары головой, но их запретили Жалко, конечно, но Чем сильнее удары, тем выше их оценивают судьи Удар ногой приносит больше очков, чем удар рукой Если бой не заканчивается нокаутом, победитель определяется по очкам Тут как в шахматах Надо поймать правильный момент для атаки Так что помимо тяжелых тренировок, усердия и всего прочего Надо иметь кое-что здесь, а также в сердце Это абсолютно одиночное соревнование Ты, он и больше никого Больше никто не вмешивается Вас двое и победить должен сильнейший И на все это есть пять жестоких раундов Я могу выстоять 12 раундов обычного бокса Для меня это просто Но в муай-тай к третьему раунду я полностью выкладываюсь Даже в свое свободное время Гонг Прай не перестает думать о предстоящем бое Мне предстоит драться с хорошим бойцом из другого города Этот бой очень важен для меня, потому что он станет для меня проверкой Если я выиграю, значит я сильнее его Мои родители всегда мне говорят Не бойся, твой противник не сильнее тебя Ты сильнее Бунтерм немного знает о своем противнике Но она знает, что ее может ожидать серьезная боль Несмотря на запрет бить локтями В женском муай-тай можно получить зубодробительные удары Но каким бы тяжелым ни был этот спорт, сломать стереотипы даже тяжелее Люди не то чтобы злые, просто они думают, что это дико смешно Они смотрят на меня и говорят Ты боец? Нет Потому что они представляют себе женщину-боксера бой-бабой С бритой головой, огромными мышцами и волосатыми подмышками Теперь вместо того, чтобы считать всех женщин милашками Мужчины более осторожны Они меня дразнят Пожалуйста, не бей меня Наши друзья дразнят моего мужа Берегись своей жены А она боксер Будь на чеку Не смотри на других женщин Конечно, иногда нас дразнят За прошедшие годы тайские женщины продвинулись в борьбе за равенство Но для домохозяек среднего класса вроде Бунтерм Занятия таким жестким ударным спортом все еще очень необычны Бунтерм живет в клубе Но перед своим первым боем, который состоится через неделю, решает поехать домой Я должна уделять время и боксу, и заботе о своих сыновьях Муж Бунтерм – профессиональный музыкант Он с уважением относится к ее мечте, но не разделяет ее Мне сложно с этим мириться Поэтому я не хочу смотреть ее бои Для большинства людей это ненормальное занятие Боксируя, ты получаешь травмы И одновременно травмируешь других Со временем это сказывается и на мозге Муж Бунтерм не хочет, чтобы она или их сыновья занимались боксом Но она уверена, что ее отец отнесся бы к этому по-другому Он всегда хотел, чтобы один из его сыновей стал боксером Но никто не предполагал, что эту мечту выполнит его дочь Ей так долго говорили, что она не сможет это сделать Что в вечер поединка ей будет что доказать Как только становишься боксером, начинаешь мечтать О чемпионском поясе Если я выиграю пояс, это добавит престижа моей семье Если бы мой отец был жив, он бы мной гордился В родной деревне она не могла реализовать свой талант Поэтому ей пришлось оставлять свою семью на целые месяцы И жить в двух часах езды к югу в Бангкоке В лабиринте оживленного движения Бангкока Находится легендарный стадион Лом Пини Названный в честь места в Непале, где родился Будда Лом Пини представляет собой Колизей Муайтай Идеальная арена для боя, где перспективные бойцы Сходятся в дуэли с лучшими из боксеров Там выступают лучшие бойцы и публика там очень требовательная И тотализаторы, шум, тренеры кричат, уходят с головой в поединок Почти выпрыгивают на ринг, давая указания бойцам И все в зале знают, на что способны бойцы И все их подбадривают Давай, давай Я видел просто эпические бои Я видел бои, когда казалось непонятным, как эти парни вообще держатся Самые состоятельные болельщики сидят в первых рядах Там, куда долетают брызги пота Но настоящие игроки занимают верхний балкон, где царит лихорадка тотализатора Атмосфера там очень похожа на биржевые торги Но самое захватывающее происходит на ринге, где двое бойцов сходятся на самой священной для муай-тай площадке Много знаменитых боксеров выступали на Лумпине Я бы тоже хотел там драться Но прежде чем мечтать о Лумпине, Гонг Прай должен выиграть предстоящий бой За три дня до решающего боя Гонг Прай еще сильнее загружает себя на тренировках То, что вместо лагеря он тренируется дома, усложняет его задачу Особенно учитывая то, что его соперник намного более опытный В молодости отец Гонга Прай тоже боксировал У него есть несколько жен, что нормально для Таиланда И одна из его дочерей от другой жены уже стала чемпионом В преддверии важного боя он проводит как можно больше времени, тренируя Гонга Прай Интенсивные тренировки в первоклассном лагере отточили бы его талант Но ему пришлось бы жить вдали от людей, ради которых он дерется Эту жертву уже пришлось принести Бун Терм Бун Терм расцветает от энергетики Джити Джим Но она не перестает думать о своих сыновьях Я думаю о том, как у них идут дела в школе Кто о них заботится, кормит и купает Обычно это все делаю я Думаю, они могут немного позаботиться о себе сами Последние два месяца были изнурительными Но наконец-то, прождав всю жизнь по ту сторону канатов Бун Терм узнает, способна ли она драться на ринге Мысли о бои не дают мне спать Я думаю о том, как мне справиться с противником Каждый день я молюсь своему отцу И прошу, чтобы он благословил меня на победу в этом бое В задней комнате запах масла смешивается с запахом пота Тренеры Бун Терм растирают ее тело маслом, чтобы удары соскальзывали Ния и Джити будут весь вечер рядом с ней Но самые дорогие для нее люди далеко отсюда Ее отец давно умер, а ее муж и сыновья не смогли приехать в Бангкок к этому бою Если представится случай, и мой муж будет к этому готов Я бы хотела, чтобы он посмотрел мой бой Я буду благодарна ему за поддержку и за то, что он посмотрит, чем я занимаюсь Она мечтала об этом всю свою жизнь Но всплеск адреналина заставляет ее думать только о предстоящих минутах Публика не ждет ничего особенного от двух новичков И может быть это ошибка? Они сразу идут в атаку В то время как более опытные бойцы могли бы замедлить темп Эти женщины так яростно атакуют друг друга, что рискуют остаться без сил Раз за разом Бун Терм схлестывается со своей соперницей Раунд за раундом женщины колотят друг друга Бун Терм постоянно наносит удары коленями и ногами Это изнурительный темп, но никто из боксеров не сдается В последнем пятом раунде Бун Терм не остановить Колено за коленом Бун Терм ломает сопротивление соперницы Каждый удар стоит 29 лет ожидания Бун Терм наносит мощный удар в грудь Ее соперница пытается защищаться Рефери становится ясно, что продолжать бой опасно Он останавливает поединок, опасаясь за безопасность одной из женщин Бун Терм только что выиграла техническим нокаутом свой первый бой С самого детства у нее отнимали право на эту победу Но сегодня она наконец-то доказала, что она прирожденный боец Я приготовил специальную смесь Я взял яйцо Я взял яйцо Пивные дрожжи Немного воды Все смешал Видите, как красиво Вкусно Чем ближе бой, тем сильнее и увереннее становится Сэм Представьте музыку из Chariots of Fire Я уверен в себе Конечно, я волнуюсь Иногда мне снится, что я убегаю в туалет Или же не являюсь на бой Но мне никогда не снится, что я проигрываю бой Поэтому мне кажется, что подсознательно я уверен в себе И думаю, все будет хорошо В двух часах езды на север Гонг Прай, его мать и все их соседи рассчитывают на победу Но это не единственная их забота Какими бы тяжелыми ни были тренировки Всегда остается риск получить серьезную травму В свои 13 лет Гонг Прай знает, каково это оказаться в нокауте, когда тебя тошнит даже на следующий день Мои родители волнуются, потому что боятся, что мой соперник меня нокаутирует Я боюсь травм, но я хочу помочь своим родителям Я дедусь ради них Я хочу помочь заработать на жизнь Для Сэма риск травмы становится пугающей реальностью Он еще не бывал в настоящей жестокой схватке муай-тай И когда до бой остается два дня, до него доходят плохие новости Энтони дезинформировали по поводу противника Сэма Японский боец оказался не новичком В 1994 году он стал чемпионом осаки по карате И он намного более опытный, чем предполагали промоутеры из Fairtex Не важно, выиграешь ты или проиграешь Самое важное то, что он поднимется на ринг Преодолеет страх и скажет Я сделал это в своей жизни Надеюсь, обойдется без травм И он справится Если нам покажется, что он не справляется Мы просто выбросим полотенце Я не очень сильный боец То есть, можно сказать, я никогда не дрался Я не слишком быстрый Я в неплохой форме Не знаю, посмотрим Наконец-то, на заходе солнца Для Гонга Прая настает судьбоносный вечер Он готов принять вызов Но даже не поднявшись на ринг Он знает, что для него это будет сложнейший поединок Я хочу, чтобы он боксировал Хочу, чтобы он стал чемпионом И послужил примером для детей из нашей общины Которых затянули наркотики Я всеми силами буду ему помогать Если сегодня вечером он победит То поднимется на уровень Где сможет зарабатывать настоящие деньги Для своей матери и своей общины Если проиграет То продолжит выступать на местных рингах В свои 13 лет При весе в 56 килограммов Пока что он проиграл только один бой Гонг Прай настроен на победу Но когда начинается Вайкру Становится ясно, что его соперник, одетый в красное Старше и более опытный Через минуту после начала боя Гонг Прай оказывается на полу Его не пугает то, что его противник более опытный Он старается не терять концентрацию Но он знает, что это будет тяжелый бой Субтитры сделал DimaTorzok Во втором раунде Гонг Прай наращивает темп Пытается перейти в атаку Локти Лучшее оружие Гонга Прай Имя он отправил в нокаут 7 соперников Но в таком близком бою Ему сложно пустить их в ход Раз за разом Гонг Прай падает на пол Но при этом очень быстро встает Это жестокий бой Старший мальчик сильнее Но Гонг не собирается сдаваться Субтитры сделал DimaTorzok С каждым учительным раундом Они наращивают темп Пытаясь вывести друг друга из равновесия Гонг Прай снова падает И снова встает Он весь в синяках и ссадинах Но наконец-то наносит хороший фронткик Бой утомляет обоих мальчиков Удар барабана возвещает о последних мгновениях схватки Гонг Прай знает, что проиграл Но продолжает пытаться Безрезультатно После пяти изматывающих раундов Бой заканчивается Гонг Прай выстоял до конца Но проиграл пачкам Бой заканчивается Гонг Прай выстоял до конца После боя Гонг Прай извинился передо мной. Он сказал, мама, извини, что я разочаровал тебя. Я сказал ему, все в порядке, ты мой сын, ты хорошо дрался, в следующий раз у тебя все получится. Изможденный Гонг Прай хочет остаться в одиночестве. Тем временем на задворках Бангкока вот-вот начнется еще один бой. Первый бой по Муай-Тай Сэма Шеридана. После пяти месяцев ожидания Сэм наконец-то увидит, как все происходит. Ситуация оказывается хуже, чем предполагалось. Чемпион Осаке как минимум на 10 килограммов тяжелее Сэма. Также он намного старше и намного более опытный. Особенно пугает то, что он весь покрыт татуировками, и у него отсутствует кончик мизинца, что обычно ассоциируется с якудзой, японской мафией. Конечно, это может оказаться совпадением, но даже одно это предположение приводит в замешательство болельщиков Сэма. Мы немного волнуемся из-за этого боя. Я волнуюсь за Сэма. Он может сломать кость, получить травму головы. Если вы стоите в его углу, держите наготове полотенце. Это просто нечестно. Мы думали, что заключили джентльменское соглашение о том, что это будет любительский бой для новичков. Для Сэма это станет настоящей проверкой его навыков. Его тренировки против большого опыта. Если что-то пойдет не так, мы выбросим полотенце. Это не тот противник, которого ожидали в Фэр Текс. Но Апи Дэй находится рядом с Сэмом, готовый оказать ему всю возможную поддержку. Наконец-то приходит время подниматься на ринг. Шаг за шагом Сэм исполняет тот же Вайкру, который Апи Дэй исполнял в 60-х, воздавая почести своему тренеру. Благодаря Сэму этот ритуал проходит полный круг. Японский боец опускает ритуалы и просто ждет, пока Сэм закончит. Сэм закончит. Оба начинают довольно методично, не торопясь присматриваются друг к другу. Оба начинают. В самом начале поединка Сэм допускает грубую ошибку. Апидей много раз говорил ему держать руки повыше, но по привычке он забывает о защите. Тяжелое знакомство с первым боем. Внезапно чемпион по карате начинает спотыкаться. Ринг скользкий от пота и масла, и японский боец продолжает терять равновесие. Похоже, что чемпион уже устал. Несмотря на первое впечатление, оказывается, что дни его славы уже далеко позади. Оказавшись в углу, Сэм защищается прямым ударом колена. И предыдущий опыт японца в карате оказывается здесь ни к чему. Два, три, четыре, пять, шесть, 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 шесть. В первом же раунде бой остается за Сэмом. Он только что выиграл нокаутом свой первый бой по муай-тай. Черт, в какой-то момент мне пришлось нелегко. Молодец, Сэм. Он оказался не готов. Отличное колено. Ты достал его коленом. Бой давно остановлен, но японец все еще не может прийти в себя. Эй, Бло, скажи честно. Ты думал, что мне надерут зад? Думал, что мне надерут зад? Я взволнован. Должен сказать, все еще взволнован. Когда он нокаутировал Сэма, я подумал, о нет, нет. Я кричал ему, вставай, Сэм, дерись, дерись. И Сэм держался молодцом. Удар, удар, попадание. Колено, колено, колено. Я все еще на адреналине. Это было близко. Чувствую, это было близко. Но я оказался в лучшей форме, и все это фэртекс. Это все апидей. Это все благодаря апидею. Волнение пошло на спад. Тайский бокс – это круто. Пока травмы Гонга Прайя не заживут, его мать не разрешит ему тренироваться. Несмотря на последнее поражение, его ждет светлое будущее. Может, пока что он еще не чемпион, но для своей общины он уже стал героем. Завоевав свою первую победу, Бунтерм наконец-то почувствовала вкус славы, к которой всегда стремилась. Но она заплатила за нее высокую цену. После боя она рассталась со своим мужем, решив выбор в пользу клуба. В итоге она вернулась к своей семье, но она все еще разрывается между двух миров, надеясь когда-нибудь вернуться в Бангкок и выиграть титул. Тренировки Сэма принесли ему то, о чем он мог только мечтать. Забросит он бокс или нет, но этот вечер в Бангкоке он запомнит на всю жизнь. В следующем году из трущоб, полей из самых неожиданных мест потянутся новые претенденты. Эти истории повторятся снова, когда новые бойцы попытаются стать чемпионами по муай-тай. Программа подготовлена к показу компании SDI Media Group. Перевод Оскара Левина, текст читал Дмитрий Шандро. Субтитры создавал DimaTorzok